День на Думской День на Думской День на Думской День на Думской Я так понимаю, с вашей фамилией бывают сложности в произношении. Мы к этому числу людей присоединились. Постараемся в финале исправиться. Итак, почему «Время жить»? Очень хороший девиз и название этого благотворительного проекта. Наверное, адресуем первый вопрос вам, Андрей. Что стало желанием это все создать в Одессе? И почему он благотворительный? И правда ли он благотворительный? Давайте начнем с того, чтобы разобраться в том, что такое проект «Время жить». Надо сначала узнать, что такое проект «Жизнелюб», с которого мы, собственно, срисовали и взяли идею. Не только идею, еще и инструкции, должностные инструкции, материалы. Я не знаю, все там справочные документы, все, что нужно было. Вы взяли или вам предлагали сначала? Ну, какой все-таки? Мы с Гариком встретились, познакомились. Он мне предложил, я с удовольствием согласился. И мы у него последние несколько недель перенимали опыт, все те ошибки, которые он совершил в Киеве на своем проекте «Жизнелюб». Ну, я так понимаю, вот идея это сделать, если… Поправьте меня, Гарик, если я не права, еще была где-то два года назад, видимо, не случилось. Идея сделать проект в Одессе принадлежит Андрею целиком. Скромно, да. Но, учитывая то, что мы не были знакомы и встречались мы уже по поводу организации этого проекта в Одессе, который начал и продолжает Андрей. Ну, да, начало состоялось сегодня, 21 числа, в 13.00. Так, да. Да, расскажите, как все прошло и подробно уже будем о проекте непосредственно. Мне кажется, прошло хорошо. Помещение у нас в Кировском сквере, это первая точка, я надеюсь, что их будет много в Одессе. Пришло сегодня какое-то количество бабушек и дедушек. Какое? Вы можете отмечать? Небольшое количество, их пришло, там, по-моему, около 40 человек, но следуя тому, что сделал Гарри Киеве, их количество будет расти с каждым днем, и там, я думаю, что через две недели мы выйдем на количество 150-200 человек, постепенно будем расти. Это сарафанная почта, они друг от друга узнают о том, что это произошло, от соседей, от друзей, и начинают потихоньку подтягиваться. Мы с Гариком сегодня с большим удовольствием перекусили сами, отправили камеры. Когда камеры ушли? Камеры ушли, и мы вот закрылись и поели, наконец, спокойно. Расскажите меню. Кречка с подливой овощной, суп, два вида супа, извините, и холодный компот. Давайте еще раз понимать, в каком вот оно формате будет работать этот благотворительный проект, на что могут рассчитывать пенсионеры, и, возможно, что они должны? Давайте все-таки начнем с прообраза проекта, с жизнелюбой. Я хочу, чтобы Гарик рассказал, как у него это произошло. Мы будем действовать по этой же технологии. Единственное, мы надеемся, что мы где-то сможем улучшить, расширшить и углубжить то, что... А мы уже переняли. А они уже переняли. Ну, нужно понимать, что Киев и Одесса – это разные города. Да, и я хотел бы понять, в первую очередь, что вас сподвигло это делать в Киеве, и пока еще ни в каком другом городе ничего наподобие жизни любо нет. Правильно? Я думаю, что... Да, вы абсолютно правы, но уже есть Одесса, и я очень надеюсь, что на следующей неделе подключатся Днепр и Харьков. Для этого есть все основания. То есть, есть уже предприниматели, которые готовы поддержать... Уже я не готов сегодня афишировать инициаторов Днепре, если мы завтра договоримся, то... Это все, что вы можете сказать по подойте двух городов. Все-таки, почему в Киеве? Почему бы нет? Я там живу, я там родился, там жили мои родители. Начали мы с того, что танцевальная площадка в гидропарке «Жизнелюб». В этот клуб ходили танцевать мои родители. Среда, суббота, воскресенье, там регулярно танцы. Средний возраст танцующего лет 70. Максимальный возраст приближается к 100. Они знакомятся. Там, например, есть такая культура. В этом возрасте из-за войны девочек больше, чем мальчиков. Это очевидно. Вот так вот девочки наши скидываются троем, наворачивают бутерброды, жарят котлетки, покупают чекушку и берут себе на вечер одного мальчика. Танцуют с ним по очереди. Это очень нежно. Есть уже супружеские пары, которые познакомились на площадке. Инициатива. Почему? Хотелось бы вашу идею понять. Вы это создали в Киеве для чего? Для того, чтобы называется «Жизнелюб». Я так понимаю по смыслу. То есть вам кажется, что пенсионер или так оно и есть в Киеве. Ну вот как-то очень скромно или скучно, если это никого не обидит, живут, проживают свои последние годы, десятки лет. И наверняка вот «Жизнелюб» радуйся жизни. Правильно? Ну, во-первых, авторство, название принадлежит не нам. Мы подхватили уже действующий клуб «Жизнелюб». Там было три клуба. Мы подхватили именно «Жизнелюб». «Помогаем всем трем». Это клуб, звучит, конечно, не очень сексуально, клуб «Женщины за выживание». Но, тем не менее, это клуб «Женщины за выживание» и ветераны сцены. Но согласитесь, что сегодня люди пожилого возраста, они именно в той ситуации, когда они выживают. Не живут, а выживают. Дело даже не в деньгах и в основном не в еде. И не в лекарствах, которые мы тоже им покупаем, и сиделки помогаем. Но они за это, они нам больше всего благодарны. Основное – это досуг, интерес к жизни, который у них появился, цель в жизни, которая появилась. Например, с 85 лет они получают стипендию. Уже есть смысл жить до 85 лет. Ну вот вы на этом проекте, на благотворительном проекте, если вообще можно на благотворительности как-то зарабатывать, мы понимаем, что на самом деле можно. Зарабатываете ли вы? И следующий вопрос к вам, Андрею, насколько это оправданная в этом смысле инвестиция? Или вообще не для этого все песни писалось? Можно еще раз вопрос? Зарабатываю ли я что? Да, что-то. Ну, вы зарабатываете ли вы деньги? Или вы в каком-то другом эквиваленте? Деньги нет. Спокойно спите ночью, не знаю. Я лучше сплю – это большая радость. Есть люди, которые получают, в основном все люди получают удовольствие либо от зарабатывания денег, либо от их расходования. Я больше получаю от расходования, а зарабатывание тоже суровая необходимость. И это вкусно потраченные деньги. Ну, в общем, проект предполагает не только трату собственных денег человека, который инициирует создание подобного благотворительного фонда, мероприятия, проекта, но и привлечение еще каких-то бизнесменов или людей, которые могут как-либо помогать. Сейчас, Андрей, сразу к вам перейдем. Как это происходит в Киеве? Расскажите, Гарри. Вот кто помогает? Вы копнули как раз то, чем мы занимаемся. Нам ставили вину, пеняли часто, что мы кричим о благотворительности. Мы действительно кричим. Мы кричим о наших партнерах, мы кричим о мероприятиях. Сегодня у нас 35 ресторанов партнеры, которые кормят на трех точках людей, которые хотят покушать. Сегодня у нас партнеры, артисты, которые выступают, компания, которая оплачивает артистов. Минеральные воды, авиакомпании, МАУ, такси. У нас море партнеров, и мы привлекли огромное количество людей к благотворительности. То, зачем делаете это вы, это лично ваше понимание своего участия в этом. Зачем все эти рестораны принимают участие, компании перевозят? То же самое, все хотят сделать что-то хорошее. Все мы целый день делаем плохое. Да, сейчас тоже немножечко. Ну, в эту минуту? Нет. Почему? Вы сейчас рекламируете, пиарите? Да, где-то минимизируем налоги, мы где-то не проявляем должного благородства или еще чего-то. А тут можно как-то уравновесить, можно даже в плюс выйти. А сколько вы можете примерно обрисовать? Какое количество пенсионеров получает помощь вот в том виде, о котором вы говорите? Не только еды, а вот... В клубе «Жизнелюб» они сами организовываются, мы не лезем в эту историю. В клубе «Жизнелюб» зарегистрировано 800 человек. Они все периодически танцуют, участвуют, изучают иностранные языки, изучают компьютерную грамоту, получают курсы по оказанию первой помощи, участвуют в литературных вечерах, катаются на триколесных велосипедах. Но они все делают. Плюс все, кто хочет прийти на площадку. Еду, те, кто получают еду, мы можем... Это считанное количество, все остальное это не считанное количество. Есть понимание, какой бюджет в месяц на... Конечно, есть внимание, если я его оплачиваю. Сколько? Приблизительно это 15-17 тысяч долларов в месяц. В месяц. Плюс очень много привлеченных. А в 2013 году, когда стартовал проект? Где-то с 2002-2003 мы начинали. Да, Андрей, вот все-таки к привлеченным вот этот вопрос меня тоже очень интересует. Вы, по сути, единственные, кого удалось привлечь. Ну, как говорит Гарик, вы сами захотели, сами, да, это ваша была инициатива. Мы понимаем, что больше таких людей, по сути, не было и нет, наверное, в Одессе. Что вами движет? Я не склонен так считать. Я считаю, что Одесса довольно сильно поменялась за последние годы. Из такого города, где каждый был сам за себя, Одесса сегодня показывает поразительную динамику и возможность объединяться для каких-то богих целей. Сегодня утром мы с Гариком собрали рестораторов одесских, рассказали им про проект. Уже 5-7 компаний согласились участвовать в проекте. Уже служба доставки еды согласилась. Это вот сегодня буквально свежая информация. Я надеюсь, что будет много других, кто захочет присоединиться. То есть все-таки активное вовлечение происходит. Ну, не можем не говорить об этой теме, потому что, как только услышали вашу фамилию, все, вот вы там политические амбиции, возможно, даже вы будущий мэр и сейчас готовите. Хочу зачитать цитату Вадима Черного, ну, небезызвестного. Видели уже, да? Не знаю, какую из них. Нет, читайте, конечно. К выборам или нет, но ставницеры реализуют, пиарят клубов благотворительных программ, да, в Хипстерам «Зеленый театр». Они теперь подготовили морковку для пенсионеров в буквальном смысле этого слова. Ну, в любом случае, разговоры о том, что вы это делаете под что-то, да, под какой-то свой, возможно, более глобальный иной проект, но они в любом случае будут возникать, поэтому прокомментируйте. Прокомментирую. Меценатскими благотворительными проектами мы занимаемся достаточно давно. Как вы знаете, «Зеленый театр» был открыт уже больше двух лет назад. «Хаб» был открыт моим братом уже, сколько, 4 или 5 лет назад, 4 года назад. Поэтому можно сказать, что мы очень заранее начали к чему-то готовиться. Мы, правда, сами не знаем пока к чему. Нет, ни я, ни мой брат не собираемся идти в политику. Ни на региональном уровне, ни на национальном. Поэтому можно выдохнуть и спать спокойно. Вы можете взять стратегию Гаррика, который тоже говорит, «Я никогда не пойду в политику». Нет, смотрите, я говорил, что я не пойду в политику. Я не считаю, я разделяю политику. Это законодательная власть и исполнительная власть. Я никогда не говорил, что я не пойду в исполнительную власть. Ну, то есть, мэром Одессы стали бы, например? Мэром Киева я думаю, что я стал бы. А вот губернатор эти ваши заявления? Губернатор нет. Вы знаете, я попробовал подать документы. Мне не дали гражданство, хотя обещали дать гражданство быстро. Но это же была шутка все-таки, нет? Нет, это была не шутка. Губернатором Одессы это была не шутка. И я рад, что я не стал губернатором Одессы. Потому что, во-первых, я считаю, что губернатором Одессы должен быть Одессит местный, потому что варяга не примет Одесса никакого. Как это уже произошло? Ну, это вообще был, я считаю, обреченный эксперимент. Это отдельная история. Это первая причина. И вторая причина. Я разучился за десятилетия работы подчиняться. и идти ни на какую должность, которая связана с подчинением кому бы то ни было. Я не готов. А мэр лицо не под отчет. Никому, кроме избирателей. Ну, то есть все-таки, возвращаясь к теме о Киеве, ну, понимаем, Одесса, мы спрашиваем про Одессу, потому что вы в Одессе, а в Киеве вы все-таки готовы были бы, возможно, в каком-то будущем? Я не готов был бы. Я в следующих выборах буду участвовать. Я об этом уже заявил в Киеве. Я к этому пришел через три года занятия жизнелюбом, увидев, что мне не то, что не помогают, а никто ничего не делает, что сделать можно очень многое. С бизнесом я уже заканчиваю. Я сейчас распродаю и заканчиваю. Это интересно. То есть, ну, вот так. Ну, так же и получается, да, у нас в стране, что или бизнес, или бизнес потом прикрываешь свой собственный в политике. Но так, что прямо без бизнеса политика... Вы считаете мэрство политикой. А мэр – это хозяйственная единица. Да, но мы же из реалии сходим. К сожалению, это политика. Ну, это политика в исполнении кого? Вот мэр Киева Амельченко, он никогда не был политиком. Он был хозяйственником. Вы будете хозяйственником. Он был хозяйственником, да. Хорошо. Да, Андрей, давайте о проекте еще поговорим. Кстати, очень грубо написал, я не знаю, кто это. Вадим Черный. Да. Не знаете его, бизнесмен одесский, очень известный. Ну, он очень грубый. Ну, что... Ну, Одесса любит через критику посмотреть на всякие вещи. Вы прекрасно это знаете, Андрей. Не-не-не, я люблю грубых людей. Я им отвечаю еще грубее. Ну, в отличие от Гарика, я еще раз повторюсь, у меня нет ни хозяйственных амбиций, ни политических. В этом проекте муниципалитет нам помог, дал нам помещение. Мне кажется, у нас есть хорошие отношения, и дальше будем их... Кстати, я вам скажу одну вещь. Одесский мэр за... Я не знаю, побудительные мотивы мэра, они меня не интересуют вообще. Но Одесский мэр за три дня сделал больше, чем вся киевская мэрия за четыре года существования. Это в каком контексте? Ну, нам не дали пока помещение, крытое для пенсионеров. То есть, вот то, что демонтировали, вы вот писали на своей страничке, что городские власти демонтируют пункт раздачи еды. Ну, я прочитал, что демонтируют. Я написал, что есть информация, что демонтируют. Сейчас они... А сейчас городские власти дали закрытое помещение, и это прекрасно. Может быть, и киевские власти услышат эту информацию и тоже дадут закрытое помещение. А почему вы так дали? Внезапно, наверное, вы не ожидали? Вы ожидали, что будет конфликт? Испугались, возможно, чего-то? Не хотели на конфликты? Смотрите, зачем копаться в побудительных мотивах? Люди сделали доброе дело. Чем они руководствовались? Людям, которые придут кушать тепло, неинтересно. Андрей, сколько вы готовы, собственно, на старте вложить, скажем так, в этот благотворительный проект? И сколько, считаете, еще нужно? Вы знаете, я хотел бы этот проект рассматривать не совсем как благотворительный, а скорее как краудфандинг такой, да? Когда я даю ему определенный старт, фасилитирую какие-то орг-моменты, а потом партнеры, которые подключаются, постепенно забирают на себя мою функцию. То есть отстраниться в планах, да? Не, ну, не знаю, пусть оно поедет, если будет мне позволено отстраниться, с удовольствием отстранюсь. Если у нас наберется 30 ресторанов в Киеве, там, 5 служб доставки, там, такси и так далее, и все это, и волонтеры, все это рассосется, и руководители проекта будут этим заниматься, я буду рад идти, делать, заниматься чем-то другим дальше. А вот сегодня, вот вы говорили, было 40 где-то человек, не было такого у них, возможно, вы это заметили, вот как-то им стыдно за то, что им приходится в какие-то пункты раздачи еды в 21 веке. Я не заметил. Позвольте, я отвечу. Дело в том, что к нам уже ходит, первый день может быть какая-то неловкость, потом она полностью пропадает, и люди уже наряжаются на этот обед, они уже знакомятся за этим обедом, они уже выискивают друг друга, как-то пытаются флиртовать друг с другом, и это прекрасно. Ну, пока в Одессе только есть место, где будут люди получать какую-то посильную еду, что в планах еще? Ну, вот танцевальная площадка, насколько я понимаю, было бы хорошо и кинозал какой-то создать. Я надеюсь, что в этом году, до конца года, еще несколько точек питания в разных районах, без флайеров, без пропаганды, без ничего, просто ты пришел, получил теплый обед, и там первое, второе, и там чай, или суп, или компот, или еще что-то. А со следующего сезона, я надеюсь, что это будет и открытый кинотеатр, и какая-то танцплощадка, что-то для досуга. Мы сегодня говорили с Зеленым театром, с моим братом Егором Гребенниковым, обсуждали этот момент, надеемся, что на следующий год сделаем вот такое же мероприятие. Если вы говорите, сезон, это к следующему лету было бы хорошо уже открыть. Да, к маю. Да, да. И это возможно? Да, почему нет? Где? Уже есть какие-то? Возможно, это будет Зеленый театр, да. Возможно, это и будет Зеленый театр, да. В Киеве, я буквально два слова, в Киеве мы только-только открыли киносад, это открытый кинотеатр, он принадлежал городу и принадлежит городу, мы вообще не оформляем собственность ни на что. Мы просто сделали из заброшенной, заросшей площадки ремонт, это, конечно, не входит в те деньги, о которых я говорил, это принципиально другие деньги, но там уже идет аншлаг за аншлагом. То есть мы вечером показываем кино, водичка, у нас там студии йоги, студии еще чего-то. И это все для пожилых, только людей? Смотрите, это не только для пожилых людей, мы не проверяем на входе пенсионное достоверение, если человек просто выглядит так, что он уже может пройти, он проходит. С ним могут пройти его внуки, но внуки без дедушки мы уже не пустим. А люди без определенного места жительства, какой-то может быть поиск контроль? Пожалуйста, могут пройти. Могут, все же. В Одессе все так же, да? Вы как-то мониторили, я не хотел бы использовать слово рынок, но вот эту категорию людей в Одессе, это поле людей, сколько их и сколько нуждаются в поддержке? Их десятки тысяч. Давайте пока вы вспомните эти цифры, если они есть в голове, у нас есть возможность каждому телезрителю дозвониться в студию, сейчас как раз тот самый случай. Приветствуем вас, здравствуйте, представьтесь и задавайте свой вопрос. Здравствуйте, это ваш беспокоит Наталья, я действительно. Я хотела передать мою благодарность Галику за великолепную книгу. Спасибо большое, очень приятно. Время мальчика, да, или как-то 50 миллион. Книга шедевральная. Спасибо большое. Возможно, есть у вас какие-то пожелания или уже обратная связь по новому проекту «Время жить», который очень привлекается с проектом жизни. Нет, я поддерживаю, это прекрасный проект. Да, послушайте вас. Это прекрасный проект, и мне вообще очень нравится Гарик, он очень стильный и такой вот современный, ну классный человек. Спасибо большое. Так что спасибо вам большое. Книга великолепная, она вот, все мои родственники прочитали, знакомые, все восторги. Спасибо большое. Так что, спасибо, что вы ее написали. Всего вам доброго. Да, спасибо большое, Наталья, за звонок. Кстати, все деньги от книги, это есть, то есть я мог бы дать их напрямую, но это было бы не очень, не настолько красиво, то есть сегодня любой человек, который покупает книгу, он участвует в благотворительности. Все эти деньги идут на благотворительность. Так, но у вас же не только, не одна книга, есть еще совместное авторство, да? Нет, совместную. Ничего не продаетесь? Она не, нет, она все продана. Она уже. Уже второй тираж закончился, да. Это неблагодарительный проект. Вторая. Все-таки коммерческий. Правда, ну вот, телезрительница позвонила, поблагодарила вас за книгу, и также сказала, что вы очень ярко всегда одеваетесь, на что, правда, сложно не обратить внимания. Знаем хорошо, что вы, ну, также испытываете какую-то слабость к актерским наклонностям, когда вы играли, были у вас и такие эпизоды в жизни. Это образ? Или все-таки это Гарри Карагутский вот в таком виде? Нет, я дома, когда никого нет, тоже так хорошо. Да, значит, это вы настоящий, да? А что касается все-таки актерства, уж уделим этому тоже внимание, по-моему, вы с огромным восторгом об этом говорили, театр. Опять же, нельзя не сказать, с каждого проданного билета 30 гривен идет на жизнелюб, и 30 гривен идет на таблеточки, там, где в попечительском совете. То есть, опять же, человек, который приходит в театр, он тоже участвует в благотворительстве. Здорово. Еще давайте послушаем телезрителя, а вы в эфире, ваш вопрос или комментарий. Алло, добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья в студии, особенно энтузиастов жизнелюбые. Я сама пенсионерка с 10-летним стажем, и тоже жизнелюб. Но я бы хотела свою маленькую, как бы, еще рекомендацию, что ли. Очень важно в наше время, когда пенсионеры не только хотят кушать, но они хотят еще вот общаться, чтобы и делать, организовать сайт, который есть во всех европейских странах для пенсионеров. Который называется очень просто. Куда выйти вечером? Вот в таком духе. Или вечером, или утром ходят на протяжки, на прогулки, какие-то к морю и все прочее. Это было бы замечательно, потому что очень многие пенсионеры в возрасте от 60 вполне могут общаться и по интернету, и знакомиться дальше. Это мое предложение. Спасибо. Я можно сразу ответить. Спасибо за звонок. У нас есть более чем активная страница жизнелюб в Фейсбуке, и ею пользуются. Но это же не как социальная сеть. Нет, нет. До социальной сети мы еще не доросли. Но спасибо за совет. Да, кстати, Андрей, вот по поводу этой обратной связи. Была ли у вас она, прежде чем вы начинали этот проект? Или вы только встретились, поговорили с Гариком, обсудили, как начинать, все детали, или все-таки было с кем поговорить? Да, вы знаете, у нас довольно активная волонтерская группа, которая работает с нашей целевой аудиторией, с стариками. И они адресно с ними общались, задавали им вопросы через социальные службы напрямую. Ну и, к сожалению, сегодня питание в городе существует. Там, от разных обогателительных организаций, или церковь кормит людей. Но досуга сегодня как такового нет. Поэтому я думаю, что это будет действительно интересным проектом для стариков. Вам интересно работать в Одессе? Да, конечно, я всю жизнь работаю в Одессе. Нет никаких... Ну, я почему спрашиваю, сейчас вот эта волна обсуждения миграции, почему я бы уехала из Украины, почему здесь так все ужасно? Ну, Гарик, к вам вопрос тоже. Видите ли, дело в том, что очень хорошо быть патриотом, когда ты не можешь уехать. У тебя нет профессии, у тебя нет денег, у тебя нет еще чего-то. Ты не можешь реализоваться на Западе, и ты не уезжаешь, и называешь это патриотизмом. Это, конечно, очень красиво. Но и у меня, я думаю, и у Андрея возможность уехать, это вот так вот. Раз собрал чемоданы и поехал. Ну, то есть купил билет, и все, и ты уехал. Но у вас вообще гражданство в другой стране? У меня гражданство Израиля. Я сейчас, кстати, буду получать украинское, и, скорее всего, по закону вынужден буду отказаться от Израильского, если ничего не изменится. Но, тем не менее, уехать я могу очень давно. Но у меня и мысли такой не возникло ни одного дня. А какой вот самый такой большой подарок, проект, который вы сделали родине, любимому городу Киеву? Андрей, ну, к вам, с вами понятно более, а вот все-таки у Гаррига там есть ряд открытых вопросов, как глобус, который кто-то считает подарком, кто-то не очень. В смысле подарком? Это коммерческий проект, на котором я заработал приличные деньги, заплатил с них налоги в бюджет. Да, вопрос о том, как выглядит после этого старый вот этот уютный Майдан. Это вот, знаете, у нас новость последнюю с домом с одной стеной, там, то ее сносит. Это активисты, там, что-то снова возводят. Суть в том, что исторические места в городе там застраиваются и прочие ужасы происходят. Я коммерсант, в первую очередь. И сейчас уже, наверное, во вторую, но тогда я был точно в первую очередь коммерсант. Это был очень выгодный проект, на который был объявлен городской конкурс. Уже был вырыт фундамент. Уже был снесен уютный Майдан. Его не существовало. На месте уютного Майдана была акция «Украина без кучмы». И под этой акцией вырыли яму, чтобы сделать торговый центр. А потом на яму объявили тендер с проектом, который дал город. Не я, а город. Я просто выиграл тендер и построил. Но сейчас уже продали, да? Продал, да. Андрей, у вас все-таки по вашим каким-то состояниям что вам больше импонирует? Зеленый театр или Хаб? Что круче? Невозможно сравнить. Это комплементарные проекты, совершенно разные. Я считаю, что Хаб как центр социального предпринимательства, тогда, когда он открылся, был первым в Украине. И мне кажется, до сих пор лидер в том, что он делает. Позволяет людям зарабатывать деньги из ничего и снабжать социально незащищенные слои возможностью работы. Я считаю, что лучше еще никто ничего не придумал. Но это для вас как часть тоже какой-то отдушины получения жизненных сил. И все-таки это тоже бизнес. Упаси Бог. Бизнеса там нет никакого. Это проект, я уже говорил, это проект моего брата. Я всего лишь в нем волонтер, помогаю ему где могу. Но это, так скажем, глубоко дотационный проект. Это тот Хаб, который у нас сегодня прекрасный проект. Кстати, и Хаб, и Зеленый театр мы заезжали прекрасно. Сложно не согласиться, это правда. Что по поводу благотворительного? Дело в том, что мы когда зашли в Зеленый театр, нам достаточно не кинуть взглядом это место. И сразу видно, сколько вложено денег. А вывести его даже в операционный ноль, я думаю, что между тяжело и невозможно. То есть он планово убыточен. Ежемесячно его нужно дотировать. Плюс инвестиции в Стар. Ну да, то есть это вот такая исключительно социальная платформа. И вы, собственно, ничего не зарабатываете. Я получаю дивиденды от этого, но эмоционально. А что касается все-таки бизнеса, вот вы, назовем, украинский, вы одесский. Что мешает украинскому бизнесу, в принципе, развиваться? Вот в Одессе что конкретно? Что не дает? Вы вообще продаете свой бизнес массово. Да, это с чем связано? Это бизнес-подход, падает все, но наработали. Вы просто устали или вам никак не надо работать? Это неинтересно, это не усталость, потому что сегодня проекты в море, но они не бизнесовы и все. Мало прибыли? Нет, они вообще не связаны с зарабатыванием денег. Ясно. Ну то есть для того, чтобы понять, вы человек, который активно двигается по жизни, хорошо смотрит вперед, как мы понимаем, быстро оценивает перспективы любого бизнеса, стоя на пороге. Вот вы сейчас продаете бизнес в Киеве, чем будете заниматься? Политикой? Исполнительной работе. Я мэром хочу стать, у меня четыре спектакля. Их нужно хотя бы роли выучить. Так, Андрей, а вам как работаются в Одессе? Мы хорошо работаем в Одессе. Хорошо, никто не мешает, нету никакой там коррупционной составляющей. Есть, обязательно. А кто ваши интересы в горсовете лоббирует? Никто. У меня нет интересов в горсовете. Ну, так совершенно. У меня нет ни одной площадки, я не строю никаких высоток. У меня вообще никакого интереса в городе, кроме вот тех проектов, о которых мы говорим, больше нет. Вы знаете, что большой бизнес, в принципе, уже давно ничего никому не платит? Сам, да, абсолютно автономный. Ну, он платит, ну как же, ну мы же знаем, что та же Верховная Рада, там сложно найти человека, который не является ставленником того или иного клана олигархического и прочего. Или отдельно взятых каких-то людей. Я не знаю, как Андрей, Андрей Бизнес. Мой бизнес точно не дорос до того, чтобы лоббировать под себя законы. Ну, если Андрей в Фейсбуке пишет, у меня нашлись свободные 950 тысяч долларов, но я могу там социальные проекты, да, я правильно вас поняла, их, собственно, и направить. То есть, очевидно, что вы можете себе позволить, чтобы кто-то, скажем, еще на более высоком уровне ваши инициативы где-то продвигал, лоббировал, поддерживал. Если они хорошие, почему нет? Я поясню. ТИС, та компания, которая является моим основным бизнесом сегодня, самый крупный порт в Украине среди частных и государственных портов. При этом у нас нет ни одного представителя Верховной Раде. И все наши законотворческие инициативы мы лоббируем через организации вроде Американской торговой палаты или там ИБИ или еще кого-то. То есть, это вполне нормальная история, когда из индустрии подается какое-нибудь там предложение, рассматривается на комитете какой-нибудь торговой палаты. И потом выносится в Верховную Раду и попадает постепенно, спустя годы, попадает в закон. Ну, вопрос к тому... Мы же не пилим бюджет, нам не нужно. Вообще, можно в Украине строить бизнес? Можно, конечно. Конечно, можно. Можно, конечно. И нужно, абсолютно. Буквально в заключении все-таки успели поговорить обо всем, это очень приятно. Хотя не обо всем, но тем не менее много тем затронули. Но по поводу благотворительного проекта мы все-таки его называем благотворительное время жить. Пока да. Да. Он и будет благотворительным. Он никогда не будет прибыльным. Он просто... Мне нравится слово краудфандинг. Мне нравится, когда люди объединяются ради чего-то. Это благотворительный проект. Кого вы ждете еще в ближайшее время в качестве поддержки? Возможно, волонтеров или как-то к этому проекту присоединится городская власть? Спасибо. Хороший вопрос очень. Мы ждем всех, кто хочет что-то сделать для стариков. Мы ждем, например, какие-нибудь там йога или цигун, клубы, которые готовы вести курсы для них. Мы ждем, например, какие-то кинотеатры, может быть, захотят давать киносеансы. Мы готовы дать им площадку для этого. Мы ждем рестораны, которые готовы брать на себя вахту. И, скажем, два дня в неделю кормить, предоставлять еду для этой точки. Волонтеров у нас сегодня достаточно, но если волонтеры хотят присоединиться, мы только будем рады. Правда это, что такой вопрос, конечно же, может возникать. И что именно за это будет, когда вы будете разговаривать с тем же ресторатором, с тем же волонтером, с тем же клубом йоги? Задаю такой вопрос. Нужно такой вопрос задавать, когда с вами выходят на встречу? Есть что гарантировать, что предложить? Мы же в Одессе, мы всегда отвечаем вопросом на вопрос. А что вы хотите? А что хотят? Если вы хотите свою эмблему где-то там, пожалуйста. Если вы хотите, чтобы мы вас упоминали, нет проблем. Есть люди, которые просят не упоминать. Есть люди, многие, которые просят не упоминать. Прекрасно. Чтобы расставить сразу. И дают не свою продукцию, не свои услуги, а деньги на фонд, например, оплачивают содержание. Мои друзья оплачивают содержание одной точки и просят, чтобы я не упоминал их. И делают это на постоянной основе? На постоянной, да. И в данном случае ценность Гаррика или меня состоит в том, что мы гаранты того, что это будет хорошо и качественно. Помогают нам разные другие люди. В общем, это их проект. То есть, те деньги, которые я вам назвал, они уходят не на продукты, не на каких-то спикеров, не на что. Они уходят именно на логистику по привлечению других благотворителей. База базы. Андрей, пожалуйста, еще проанонсируйте на сегодняшний день, когда и где люди могут что-либо получать, чтобы сейчас в конце передачи было понятно. Значит, у меня, к сожалению, только старое название помню. Я еще олдскульный одессит. Это Кировский сквер. Проект «Добрый обед» в рамках проекта «Время жить». Каждый день с 13.00 до 15.00 можно получить «Добрый обед». И когда будете расширяться, соответственно, будет какой-то общественный резонанс, информационный. Будем знать. Следите за нашей страничкой в Фейсбуке под названием «Время жить». Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Андрей Стабницер, акционер и учредитель ряда компаний, в том числе Гарик Караговский, бизнесмен, были у нас в студии. Говорили о проекте для пожилых людей, который уже сегодня стартовал в Одессе. Передаем слово Али Есиной с выпуском новостей. Позже вернемся. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова